В округе завершился муниципальный этап летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». За возможность представлять люберцы уже на областном уровне состязались более ста школьников-обладателей золотого знака «Готов к труду и обороне». Подробнее расскажет Богдан Колесников. Здесь встретились самые спортивные подростки от 12 до 15 лет. Проявить выносливость, скорость, ловкость и силу духа готов каждый. От того, насколько хорошо ребята подготовлены физически, зависит их участие в региональных соревнованиях. Из золотых значкистов будем выявлять, скажем так, ну нельзя сказать, что суперзначкистов, но самых сильных, наисильнейших. Уже, по сути дела, можно будет выявлять рекорды городского клюберца в прыжке в длину, в наклоне, в беге на короткую, длинную дистанцию. Ну и вообще просто представлять, насколько уровень мастерства, тех или иных физических качеств уже у ребят формируется, сформировано и будет сформировано. Делаешь два размежных наклона, третий максимально вниз, зафиксировался и я снимаю результат. Хорошо. Приготовились? Давай. Раз, два, три, максимально вниз. Твой результат 14 сантиметров. Восьмиклассник Роман Абдукадыров решил связать свою жизнь со спортом. Добиться больших успехов помогают регулярные тренировки и желание стать сильнее. Прыжок в длину с места прыгал на 223 сантиметра, бег 60 метров на хороший результат на золото и уверен, что с остальными справлюсь. Я сдаю ГТО для себя, я занимаюсь спортом, боевой самбо, хожу в спортивный зал. В общем, мне все это нравится, спорт. Я хочу заниматься спортом всю свою жизнь. Со всеми нормативами четвертой ступени ГТО справился и Даниил Мамонов. В своих силах не сомневался. Я в детском садике получил один золотой знак и в прошлом году получил еще один. Сейчас это будет, скорее всего, третий. Я готов еще раз проявить себя и получить новые достижения, новые медали. По итогам фестиваля сформируют сборную команду городского округа. Она представит Люберцы на региональном этапе, который пройдет 29 мая в Балашихе. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.